всем привет сегодня у нас 4 ноября не снимал уже видео больше чем месяц ну как вы догадались из названия ролика связано это было конечно же с этими с экзаменами в принципе сейчас я вам все и расскажу как проходил мой битрипс прививок какие вопросы были какие вопросы были расскажу как мы готовились вообще расскажу что у меня нового произошло за этот месяц напомню напомню что сегодня 4 ноября и уже да прошло уже куча времени значит давайте традиционного вида от первого лица погнали значит сегодня у нас среда битрипс прививок у нас был он был поделен на две части это письменная часть его и на следующий день для тех кто сдал письменную часть мозгная часть так вот в понедельник было письменная часть во вторник местная часть за неделя до этого битрипе битрипladım у нас было подготовительный такой битрипп сприппон то есть мы писали как будто это был экзамен у все по серьезному но естественно это была такая подготовительная часть то есть она в себе не внесла никаких Карательных для нас целей То есть если мы что-то там так напишем И все такое чисто Она должна была показать Насколько хорошо Мы знаем материал Насколько хорошо мы можем Формулировать ответ Потому что Ключевое слово это формулирование Правильного ответа Потому что Недостаточно знать Блин, плохо видно Недостаточно знать ответ Очень важно его правильно написать Потому что Забегая вперед Скажу вам То что Подготовительная часть этого Тренировочный У нас сдал только один человек Все остальные получили БГ БГ это так называемый Бетрипс гефар То есть если вы Пишите экзамен Пишите его хорошо по процентам Но если у вас хоть одна БГ То вы автоматически проваливаете экзамен Поэтому об этом-то весь Вся подковырка этого экзамена Потому что Сами по себе Вопросы В большей степени Не сложные Ну конечно же При условии того Чтобы материал Учили дома Так ладно Немножко отвлекся Давайте по самой подготовке Естественно У нас был когда В понедельник Экзамен Я выходные Естественно Все повторял Туда-сюда Сидел над этими учебниками Если честно Уже даже не знал Что повторять Потому что вроде Все Все знаешь уже Вроде Хочется уже Как бы проверить Как Как на самом деле Ты знаешь Ну Это я вам сейчас Рассказываю Про То как я готовился К проверичному экзамену Ну естественно Я его провалил У меня было 4 БГ А сам экзамен Я написал На 92,7% Или 92,4% Ну 92% я написал Но у меня было 4 БГ 4 БГ было связано 2 БГ Была просто Моя невнимательность Я просто тупо Не записал Важные для ответа Слова Такие слова Как Цукшпицы Цукшпус Называю вещи Своими именами Те кто учится Они меня поймут Поэтому Извините За такую специфику Злов Так вот Один вопрос Я действительно Не знал Поэтому Окей Тут БГ я словил Есть за что Ну и Один вопрос Тоже я его Не совсем корректно Написал Ответ я знал Но Из-за нюансов Туда-сюда Короче Неправильно Я его написал Самое комичное Было Не помню Сказал Или нет То что Перед тем Как По идее Как У нас было Задумано То что Мы сначала Разбираем вопросы Ну Основные И потом Пишем подготовительный экзамен А получилось так Мы сначала Написали подготовительный экзамен А потом Начали разбирать вопросы То есть Если бы Все было Как положено То естественно БГ-шаг У меня было бы Как минимум На три Меньше Но одну Я бы так Словил Теперь ответ Я конечно Запомнил На всю жизнь Вот Это был У нас Такой проверочный Экзамен Как я уже сказал У нас Один человек Один его человек Как бы сдал А все остальные Завалились Но По процентам Почти Вся группа Написала От 90% Поэтому Сами понимаете Материал уже Все как бы Усвоили Естественно До До этого У нас Как я уже По-моему Говорил У нас Мы прошли Все 11 модулей Что еще Ну да В принципе И последний 11 модуль Был Это как просто Как Сузамин фасинг Это называется То есть Просто Все вместе Повторение Такое Ведь он Модуль Модуль Повторение Это что касается Учебного Учебного Материала Ну и что Наступил день Экзамена Основного Нашего Письменного Я вот На удивление Кстати Хорошо спал Вообще Сильно Не переживал Но Наступил Сам экзамен По времени Он Продолжительность Экзамена Составляет Два часа Я где-то Все вопросы Написал По времени Где-то За час Двадцать И остальные Сорок Минут Я Перепроверял То что Я написал И я Застопрился На Одном Вопросе Этот один Вопрос Состоял Из четырех Подвопросов Самая задница Была в том Что этот вопрос Естественно Нес в себе БГ Поэтому Если бы я На него Оставил бы Его без ответа Или написал бы Неправильно Соответственно Я бы провалил Экзамен То что я Сейчас написал Это можно сказать Никого не интересует Забегая вперед Скажу Что я Битемную часть Экзамена Сдал Как бы Не знаю Откуда Я нашел Ответы Я имею ввиду Откуда Из головы Я вытащил Ответы На эти На эти четыре Вопроса До сих пор До сих пор Не могу поверить Вот Поэтому Что касается Результатов То здесь Все отлично По По Отношению К нашей группе Значит По результатам Экзамена Результатам Экзамена Всей нашей группы Значит Десять человек У нас Сдавал этот Экзамен Из десяти человек Пять человек Этот экзамен Сдало Значит Лучший результат У нас в группе Девяносто девять Запятая четыре Процента У одного парня У меня Кстати Как не смешно У меня второй Результат Девяносто семь Запятая четыре Процента Ну и соответственно Ноль БГ Те Кто получил Хоть одну БГ Автоматически Провалились Чтобы вы понимали То что Девяносто семь Процентов Да Звучит это классно Но чтобы вы понимали То что Почти Оставшиеся пять Человек Которые провалились Они все В основном Написали тоже От девяносто Процентов Но кто-то из них Получил Две БГ Кто-то Одну БГ Кто-то три Это неважно Все они провалились Поэтому Процессы этого экзамена Заключается в том Чтобы Вопросы Которые несут в себе Вот этот Петрибзгефар Были отвечены На сто процентов Правильно А чтобы на сто процентов Правильно На них ответить Надо очень Внимательно читать вопрос И правильно Формулировать Свой ответ Что я имею ввиду Такие вопросы Касаемые АВБ АВБ Это Анжелисенвайшенберайф Я сейчас Немножко Специфики Поливаю Для тех Кто Учится Они Уверен Поймут Что я имею ввиду Так вот Такие вопросы Которые касаемые АВБ Всегда надо писать Дописывать Свой ответ Допустим Митцукшлус Это Митцукшпицы Это означает Как бы Чтобы сильно Не грузить Короче Вы едете До сигнала И С какой Части Сигнал Для вас Действительно То есть Цукшлус Это От конца Поезда И цукшпицы От начала Поезда Так вот Эти Приписки Надо всегда Писать Что касается Когда касается АВБ Еще один Такой Очень важный Нюанс Если вы едете По такому Безонтерауфтор Как он называется Этот По сигналу ЦТС Зибен Да То вы должны Обязательно Переписывать Помимо того Что максимальная Скорость 40 км в час Мы обязательно Должны Переписывать АУФ Зихт Если вы Эти Два Слова Забываете Дописывать Это автоматически Бетрипсгефар И экзамен Провален Поэтому На эти нюансы Очень сильно Надо обращать Внимание И вам Сразу Скажу На своем Примере Я Перед тем Как сдать Работу Я 4 раза Перечитывал Вопрос 4 раза Вопросы Ответы На вопросы И на 5 раз Я только Случайно Заметил То что Я допустил Ошибку Там вопрос Про АВБ Я Если честно Даже уже Не хотел читать Мне уже было В падлу Перечитывать Вопрос Я был на 100% Уверен Что я правильно Ответил И вот Эта моя Невнимательность Привела бы К Нездаче Слава богу Я не поленился И в 5 раз Прочитал Этот вопрос И естественно Я поправил Правильный ответ Тоже Такая была Мелочь Но эта Мелочь Привела К Фатальной Для меня Ошибке Поэтому Мой вам совет Если вы Все вопросы Ответили Не поленитесь Перечитать До последней Минуты Перед тем Как сдавать Потому что Это Очень Важно Очень важно Так вот Что касается Что касается Вопросов 95% Вопросов Для меня Было Реально Легкими Но Вот эти Четыре Вопроса Над которыми Я сидел Были для меня Очень тяжелыми Очень тяжелыми И я думал Что уже все Кирдык Потому что Я не знал На 100% Как на них ответить А я знал Что 99% Ответа Не подойдет Поэтому Там либо 100% Либо Либо Никак Вот Поэтому Что касаемо Самого Экзамена В принципе Он Не сложный Что касается Вопросов Вся Сложность Заключается В том Как Внимательно Вы Прочитали Вопрос И Насколько Правильно Вы Сформулировали Ответ Значит Основная Тематика Вопросов Была Это Конечно же АВБ Аншлистин Вообще Набирая Вторая Тематика Это Переезды Как раз В Бан Уберганг Сейчас Что мы С вами Переезжаем Имеется Ввиду Если он Не защищен Как вы Должны Проехать Если он Защищен Как вы Должны Проехать Короче Такая Тематика Те Кто Учится Они Все Понимают О чем Я Говорил Дальше С этих Таких Вот Определений Таких Банков Что такое Банков Или Уберляет Штели Апс Штели На которые Я так Много Тратил Времени Еще На первом ЛИК Таких Вопросов Не было Весь Экзамен Был Построен На том Что Вы Едете На поезде И В течение Поездки С вами Случаются Всякие Казусы Это Первое Казусы Я имею Ввиду Всякие Унрегель Месси Второе Как вы Себе Ведете На АВБ То есть Въезд На банков По такому Сигналу Какую Скорость Вы должны Держать Как долго Вы должны Эту скорость Держать И все Такое Это Такие Вопросы Очень Важные Которые Внесут В себе Повторюсь Уже В сотый Раз БГ Следующая Такая Линейка Вопросов Это Такие Шторунги Да Шторунги Это Такие Неисправности В позе Такие Как У вас Этот Эти Цукс Сигналы Вышли Из строя Как вы Себя Ведете Потом Если у вас Звуковой Сигнал На позе Не работает Какая Скорость Как вы Себя Ведете Значит Что еще Такого Вспомнить А Очень Неприятный Вопрос Был Для меня Лично Это Если Вы пропустили Пантштайк Да Платформер Как вы Должны Сдавать Назад Какая Скорость Какие Есть Что вы Должны На что Вы Должны Обращать Внимание Вот Поэтому Так Ребята Сейчас Я посмотрю Свой Фитнес Я Хотел Семь Подниматься Но Боюсь Что Он Закрыт Да Он Закрыт Lockdown Продолжается Жалко Давайте Сейчас Как раз Здесь Завершу Свой Рассказ Значит Еще Какая Тематика Вопросов У нас Была Значит АВБ Я сказал Баннберганг Сказал Он Регель Массикайтен Я вам Сказал Кстати Вот эти Из Еще Из Таких Коварных Вопросов Было Это Конечно Же Ранжирен Это Тоже Очень Неприятно Для Меня Лично Эта Тема Не Очень Я Люблю Ранжирен Это Значит Были Вопросы Максимальная Скорость При Ранжиривании Значит Какие Пределы Ранжиривания На Баннхофе То есть До каких Пределов Вы можете Ранжиривать И Да Про Ранжиривание Вот это Было Все Вот А так В принципе Очень рад Что я сдал Экзамен Если честно До последнего Я не мог В это Поверить Вот Поэтому Вообще Огонь Значит И как раз Вот мы В понедельник Сдавали Письменный Экзамен А во вторник У нас была Устная его часть Вот Ну про Устную часть Я вам расскажу В следующем Виде Потому что Я думаю Так это Извиняюсь Если я Сумбруда Рассказывал Потому что Даже Не знаю С чего начать В принципе Все как-то Прошло Так на одном Дыхании Значит По самому Значит Экзамену Еще раз У нас Мобильные телефоны Даже Apple Watch Мы все сняли Экзамен Продолжался Два часа Было 25 вопросов 25-27 вопросов Тематику вопросов Я вам только что Рассказал В конце Прюфинга У нас была Серия вопросов По сигналам Было 8 сигналов Которые надо было Написать Kurz Безайшнен Да Lang Безайшнен И Безайшнен Эти вопросы Кстати Сигналы Не парьтесь Если вы Какой-то забыли Они не несут В себе БГ Поэтому Если вы Какой-то Сигнал Забыли Или неправильно Написали Это Несмертельно Поэтому Я эти Я когда Посмотрел Эти сигналы Я их все Знал Я их еще В последнюю минуту Писал Потому что Для меня Было Очень принципиально Важно Ответь на вопросы Которые Внесут В себе БГ Поэтому Если бы Мне не хватило Времени На сигналы То я бы Сильно Не расстроился Хотя Они Внесли В себя Очень много Пунктов 21 пункта Они В себя Несли Если вы На все Правильно Отвечаете Такие Бонусные Вопросы Как у нас Называет Преподаватель Значит У нас Было Два Преподавателя Которые Следили За ходом Самого Экзамена Как-то Так Повторюсь Из 10 Человек Сдало Только 5 Человек Этот Экзамен Так что Так И остальные 5 Человек У нас Пошли Сдавать Медлющий Прюфинг При которой Я вам Расскажу В следующий Раз Всем Спасибо Кто Досмотрел Пока Пока